Жила-была лисица В наших краях, на севере Подмосковья, лисы встречаются совсем нередко. Обычно они охотятся, начиная с вечера и до самого утра, а в светлое время суток отдыхают. Зимой лису можно увидеть и днем, когда она мышкует на заснеженном поле. Сам процесс ловли мышей, которые передвигаются по поверхности земли глубоко в снегу, выглядит забавно. Но охота лисы эффективна, и одна из трех атак обычно оказывается успешной. Зима в средней полосе России – суровое время года. Именно зимой погибает много молодых лис, не освоивших приемов охоты, а также взрослых от голода и старости. Что произошло с этой лисой, предположить сложно. Был январь, может она погибла от зубов хищника, а может ее подстрелили охотники. Но однажды утром она лежила бездыханной на поле рядом с дорогой. Этой ситуацией не применули воспользоваться вороны, которые еще до рассвета заприметили на заснеженном поле погибшую лису. Сорока тоже увидела, что здесь есть чем поживиться. Вороны всеядны и зимой всегда ищут туши погибших животных. Именно вороны помогают другим птицам найти пропитание в это время года, показывая, где находится падаль. Беркут прилетел сюда только после того, как заметил, что вороны ведут себя у туши лисы спокойно. Хищные птицы всегда осторожны и подлетают к корму, лишь убедившись в своей безопасности. Крупным птицам с мощным клювом проще разорвать замороженное мясо. Беркут начал трапезу и своим появлением он разогнал предшественников птиц. Вороны теперь лишь летали и переговаривались в воздухе. Но беркута не боятся вертки и сороки. Одна из них заприметила крупного хищника и прилетела проверить, нельзя ли здесь поживиться. Беркут не хочет делиться с ней добычей и пытается отогнать сороку, но она ловко уворачивается от его выпадов. Джулан Субтитры делал Dima Продолжение следует... 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 Продолжение следует...